Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 7 октября. Но глядя, вот сидя в огороде и глядя вокруг, кажется, что средина июля. Я сейчас заходила в теплицу, 43 градуса при открытых дверях. Больше 20 уже вчера было, сегодня, я сегодня не знаю сколько, 22, 23 там было написано, может быть даже 25. Я сижу совершенно раздетая в футболке и собираю последние томаты. Такая жара у нас осенью была очень давно, последний раз, 20 лет назад, больше такого не было. И вот этот продолжительный жаркий период добавил, ну не всем, многие уже убрали, но добавил лично мне дополнительные работы. В каком смысле? А в том, что вот эти вот индотерминатные томаты, которые не ограничены в своем росте, которые я не убрала, глядя на теплый прогноз продолжительный, они еще вот этот весь период продолжали расти, формировать свои плоды, дополнительные кисти, они все формировали, формировали, какие-то поспели, какие-то нет. Но вы понимаете, если он индент, он будет расти и расти. Вот был вопрос, как продолжить плодоношение томатов. Вот один из способов продолжительного плодоношения томатов, это продлить лето, чтобы продлить плодоношение. Это, конечно, в какой-то степени шутка, но это действительно. Вот у меня томаты очень продлили свое плодоношение, те, которые я вовремя не убрала. Конечно, основная часть, видите, у меня огород уже весь пустой, но в теплице, в одной, вот в этой, которая стоит, в одной теплице еще я не убрала, и не убрала на горе там, там, где было под этой, под черной тканью застелено, я потом расскажу вам, просили преимущества применения этой черной ткани, но сейчас я хочу сказать не об этом. Вот из-за того, что они продолжительно плодоносили, вот очень сильно много дополнительных плодов дали, такие, как вот это мелкоплодные, вот эта медовая капля, потом вот среднеплодные, вот это очарование, очень много плодов дало. Я спелые унесла, зеленые вот сейчас готовлю, сортирую на хранение, на дозаривание, и я хочу вам рассказать еще раз подробно и показать, в прошлый раз я теоретически рассказывала, какие мы закладываем на длительное, какие на кратковременное хранение, сейчас я хочу рассказать подробно и показать, прям на примере, как я сортирую томаты, которые мы будем употреблять сейчас, какие мы будем употреблять чуть позже, и какие я буду вообще в подвал спускать, и надеяться их дохранить как можно дольше, возможно даже более месяца или более полтора. Сразу скажу, что крупноплодные томаты я для этого не выбираю, я их все, которые дополнительные наросли круглые, поспели, я их буду все или в сок, или в кетчуп, или в томатопереработки, только мелкие и со средними плодами, но это ясно почему, потому что крупные, они не лёжкие, они потекут, они вот такие как большие, такие несистые, их сохранить очень трудно, хорошо хранятся именно, но вот казановую я первый раз буду хранить, именно вот такие как или пальчиковые, или перцевидные, или вот такие мелкие. Вот сейчас расскажу про очарование. Это средний плод, он если поспеет, он будет тоже хороший, вкусный. Как я распределяю? Как я говорила, что спелые, это ясно, я их убрала. Ярко такие уже, которые дозрели. Остается у меня или совсем зелёные, которые, как я называю, как лягушата, или в фазе молочной зрелости. Что такое фаза молочной зрелости, и как она отличается. Вот эти я выбрала, это вот для зимнего хранения, то есть я буду спускать их в подвал. Они вообще зелёные, без проблесков, без всяких, вот чисто зелёные, вот эти вот лягушата. Если мы сравним с другой помидоркой, которая в фазе молочной зрелости, то видите, у неё или бачок начинает светлеть, вот это уже считается, что она сформировалась, она больше расти не будет, и она начала созревать. Она уже почти готова, ей осталось приобрести окраску. Вот, или бачок, вот так вот, видите, и по цвету они, если их поднести, они совсем разные, хотя это один сорт на одном кустике. Одна прям чисто зелёная, другая уже вот такая с бачком. Бывает, что не обязательно бачок должен приобрести какую-то окраску. Бывает, просто она, помидорка, светлеет. Вот, опять сравним, ещё одна фаза. Вот эта вот молочная зрелость, когда вот из такой зелёной, вот из этой, превращается вот в такую светло-светло-светлую, видно, что она вот уже сейчас, вот у неё начнёт проявляться, вот такой вот желтизна, или там красненький бачок. Также у меня вот здесь, сейчас покажу другой вид, который тоже хорошо подходит для этого. Вот шелма. Она прям тёмная, у неё вот здесь даже у плодоножки вообще ещё тёмно-тёмно-зелёные. Она, конечно, не зрелая. И вот такие лучше всего для длительного хранения укладывать. Но многие скажут, что когда они поспеют, они будут никакие, как магазинные, без вкуса там, без запаха, только цвет приобретут. Да, возможно, они будут как магазинные, но их можно будет применять и для приготовления пиццы, и в различную пережарку, и в какие-то, даже делать салаты. Если они такие же, как магазинные, то зачем нам покупать магазинные и отдавать деньги, когда мы можем сделать такие же магазинные, но у себя в подвале там, или в погребе. Да, вкус, конечно, вот у таких зелепупиков будет не ахти какой, не очень, но мы в магазине покупаем не лучший вкус, точно такой же. Их также снимают где-то зелеными, и пока везут к нам, они дозариваются. У нас будут магазинные томаты, но вот такие свои, бесплатные. И вот этот же сорт челма, те, которые я оставляю на дозаривание здесь, не в подвал, вот у которых бачок, видите, сейчас я сравню вам, вот это вот вообще чисто зеленое, это которое в подвал пойдет, а вот это вот будет дозариваться здесь. Короче, все они, помидоры, я делю на три части. Те, которые совсем спелые, но здесь их нет, вам их не надо показывать, остаются сейчас для употребления в данный момент, сегодня, завтра, или чтобы сделать с них соление, или чтобы сделать томаты, это заготовки, они долго не хранятся. Вот с такими желтыми бачками в фазе молочной зрелости можно уложить на подоконники на солнышко, или где-то оставить в доме, в квартире при комнатной температуре. Они у вас в ближайшее время поспеют, они уже почти готовы. И те, которые все-таки, к сожалению, не успели поспеть, мы помещаем или в подвалы, или в погреба, где температура 5-7 градусов. Если будет даже 2 или 3, это прекрасно. Это то же самое, что вот в холодильниках мы храним, они там долго хранятся, и возможно, какой-то из сортов, которые вы доложите, даже долежит до Нового года. Хочу сказать, что есть специальные сорта, которые, ну как, предназначены для длительного хранения. Но я вот по отзывам других людей, ну, других огородников, я ни разу, правда, в этом году хотела посадить, опять не получилось. Там у нас весна была, проблема затяжная, короче, не вся рассада у меня выжила, замучилась некоторая. И у меня не получился этот эксперимент, который я хотела провести. Но многие огородники говорят, что те сорта, которые специально предназначены для длительного хранения до 4-6 месяцев, у них вообще нет никакого вкуса в конечном результате. Но я не буду это говорить со стопроцентной уверенностью заявлять, я ни разу не пробовала, но если я не пробовала, значит, я не могу вам точно сказать. Очень хорошо лежат долго-долго вот эти золотые медовые капли. Естественно, вот эту мы кушаем сразу, она уже сладкая, она вот такая вот, именно медовый вкус. Вот такие вот с желтизной мы оставляем на подоконнике или даже, кто вот живет в частном доме, можно в теплицах еще разложить по ящичкам и помаленьку выходить, употреблять их. А которые совсем зелененькие, зелененькие, даже если они маленькие, я попробую их положить в подвал. Вот эти вот малыши, они реже всего портятся. Если вы заметили, смотрите, почти первая декада октября уже позади, но считайте, что октябрь уже, это уже, как считать, такая глубокая осень, все плоды созрели, все целенькие, что удивительно, нет ни одной порченной помидорки, ни зеленой, ни спелой. И вот здесь вот, сейчас покажу вам общую массу. Вот эти вот, которые крупненькие, их видно, они вообще даже ни пятнышек, ничего. вот мелочь, которая вообще уже последняя, последние запупыши, тоже все как на подбор. Вот, это значит, что растения были здоровые, и возможно, мне повезет, и я прохраню их очень-очень долго. Конечно, если бы были томаты у меня больные, то ни о каком хранении даже и речи не могло бы быть. Они бы были в каких-то в черных пятнах, такие какие бы, если фитофтора бы была, у них бы проявлялись вот такие, ну как, ну знаете вы такая, как начинается серые, черные, такие как гниль. Все. Теперь про казанову. Казанову тоже я сейчас разделю. Если эти я с открытого грунта принесла, остались, то казанова у меня буйствует в теплице. Он весь еще увешан плодами, и так как он индетерминатный, он залез до верха, и вот с самого потолка все-все-все в этих сардельках, конечно, они уже отпадают. Я вот начала собирать, хотела показать, но одну дернула, и вот эти все спелые, они все поотвалились на пол. Я их собрала, но естественно, которые спелые, мы сейчас будем, я их вот так тоже рассортирую, совершенно, которые красные, их никакого смысла на дозаривание, на хранение оставлять нет, потому что все-таки они быстрее придут в негодность, и лучше сейчас насладиться их, покушать, сделать салат, или даже засолить, пока они вот такие хорошие. вот такие вот, можно и положить в подвал, но они очень быстро поспеют, видите, они уже готовые, а можно положить просто на окно, и будете через неделю, там могут две недели они прилежать, у меня в теплице они прилежали долго, три недели, по-моему, пока мы их не съели, и только самые-самые зеленые, вот они у меня внизу где-то, вот я с пола, собрала это еще уличный, и только самые-самые зеленые, я буду укладывать в подвал, для того, чтобы они полежали как можно дольше. Казанова в этом году очень большое внимание уделю, попробую похоронить его и в комнатных условиях, и в подвале, чтобы на будущий год вам сказать, потому что сорт, им многие интересуются, многие хотят знать именно данные о том, как он хранится, как он дозаривается, какой он на вкус, все это я постараюсь нынче попробовать, но вот я знаю, что вот таких малышей я в том году хранила очень долго лежат, если взять такие зелененькие, чуть-чуть-чуть с прозблесками желтизны, они лежат целый месяц, потом делаются медовые, вот прям сладкие-сладкие, ясно, что через месяц нас укроет уже снегом, у нас будет мороз, опустишься в подвал, включишь свет, и такое, радуга такая, желтый, красный, оранжевый, и пусть они будут не очень вкусные, пусть они будут немного похожие на магазинные, но вот эта красота, вот эта яркость красок, это будет напоминать о нашем лете, об этом лете, которое нынче у нас, вот у нас в сибирском регионе, у меня в Алтайском крае, нынче было лето и прекрасное, и ужасное одновременно, прекрасное, потому что все томаты вызрели, вызрел у меня двойной урожай, потому что обычно нас то градом побивает, то еще чем-то, нынче ни градом не побило, ни бури не побило, я до сих пор борюсь с урожаем, я не могу даже собрать до сих пор весь урожай, у меня еще эти помидоры в теплице, сейчас потом покажу, там голубые вдоль забора, еще растут, еще цветут, и вот поэтому оно было прекрасное, но потому что не было дождей, из-за этого же тепла, из-за этой же продолжительности, приходилось все лето поливать, потому что на всем участке ну невозможно сделать капельный полив, у меня есть такие закутки, куда вообще даже шланг-то сложно протянуть, и я вот хлисталась все лето с этим поливом, один угол полью, пока за неделю пройду, вот так по кругу следующие уже засыхают, если бы вода была в волю, наверное было бы три даже урожая, они немножко у меня по размеру нынче не добрали, но какие бы они не выросли, они главное все здоровые, все красивые, а какие нынче вкусные, сладкие, из-за того, что лето было такое, ну как, жаркое, солнечное, все-таки самые сладкие помидоры, это те, которые в течение всей своей жизни видят много солнца, получают много солнца, и которые зреют именно на корню, вот у меня нынче все вызрели на корню, вообще все, даже вот эти инденты, еще им полмесяца дали лишнего срока, ну лишнего срока дала нам погода, даже они почти все до самой-самой макушечки, почти все вызрели, мало зеленых, но зеленые все-таки есть, до свидания, с вами была Ольга Чернова, я надеюсь, что я нынче поборю, этот все-таки урожай нахлынувший, на меня такой неожиданно огромный, я такого урожая никогда в жизни не видела, у меня все заставлено томатами, все теплицы, весь дом, все-все-все, но я надеюсь, что я справлюсь с ним, все, желаю вам на будущий год получить такой же урожай, пусть лучше его будет больше, пусть лучше вы какую-то часть томатов отдадите своим друзьям, или заморозите, или спустите в подвал, это намного приятнее, чем как в прошлом году, смотреть осенью вот эти побитые градом томаты, все, пока, пошла.